МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надежда есть! Жители Запорожской области присоединились к всемирной акции в поддержку Надежды Савченко. Идет охота в Запорожье. Турнир по стрельбе из лука собрал более трех десятков лучников из нескольких областей Украины. Горе от ума. В поселке городского типа веселая молодая семья чудом избежала беды. Из-за попыток самостоятельной врезки трубы в систему газоснабжения произошел взрыв. Вследствие этого разрушилась шиферная кровля, пристройки и деревянное перекрытие нежилой комнаты. Жители дома не пострадали. Молодой хозяин 20-летний, его жена 19 лет и годовалый ребенок находились в спальне. Поэтому никто из жильцов не пострадал, к счастью. А представьте, если бы это было среди бела дня, произошел взрыв, что могло бы быть? Какие трагические последствия? Очень много граждан имеют желание самовольно чего-то реконструировать в системе газоснабжения, какой-то газовый прибор куда-то перенести, заменить, нанимая на это неизвестно кого, людей, которые не сведущие, которые в результате потом нарушают все правила безопасности. Это приводит к тому, что происходят такие вот случаи. Отвод украинского тяжелого вооружения в зоне АТО. Артиллерийские подразделения, противотанковые батареи, дивизионы перемещаются на заранее подготовленные позиции. Сейчас техника находится в Артемовском и Константиновском районах Донецкой области. Но в любой момент украинские военные готовы вернуть тяжелое вооружение на прежние позиции. Из зоны АТО вернулась Евгения Мельник. Сотни машин, десятки пушек. Украинская тяжелая артиллерия покидает позиции, выполняя минские договоренности. Противотанковые подразделения уже отвели на 25 километров от определенных в договоренностях границ. Отход происходит организованно, люди готовы. Эти заходы все-таки обеспечиваются как с боку силовых структур, так и с боку структуры сброения. Украинские военные надеются, артиллерия отводится и с другой стороны. Бойцы противотанкового дивизиона 55-й отдельной артбригады шутят, называют себя лесными братьями. Переезжаем постоянно по лесам, по посадкам. Нету места определенного у нас. Надеемся, что будет все хорошо. И это последний раз, что нас отводят. И туда мы уже не поедем. Всем привет, кто меня знает, кого я знаю. Ну и всему городу Запорожья. Михаил Гончаров до мобилизации работал сварщиком. В зоне АТО уже 7 месяцев. Дома бойца ждет жена Яна и дочь Соня. В апреле девочке исполнится 2 года. Хотим домой, вернуться уже поскорее. Все хорошо, девушка. Будем жить. Победа за нами. Город Запорожья. Пора вырушать. За отводом тяжелого вооружения наблюдают представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Здесь мы наблюдаем за общей ситуацией, как все происходит. Также мы наблюдаем за тем, как происходит отвод войск, после чего мы соберем всю информацию и передадим отчеты 57 странам, участникам миссии ОБСЕ. Все отчеты вы сможете увидеть на нашем официальном сайте. Мы отлично сотрудничаем со всеми сторонами, поэтому сюда мы добрались абсолютно спокойно. Нас пропустили без каких-либо проблем. Это первый этап отвода украинских войск. В Генштабе говорят, если в ближайшее время не будет обстрелов, позиции украинских военных отведут артиллерию и более крупных калибров. В то же время вооруженные силы оставляют достаточно средств у линии столкновения сторон. Если террористы нарушат условия прекращения огня, украинская пехота без поддержки не останется. Мы учитываем террористы, именно поэтому мы делаем только первые шаги, осуществляем только первый этап отвода вооружения и техники от линии соприкосновения сторон. То есть в случае обострения ситуации мы готовы скоррегировать графики отвода вооружения и техники с целью обеспечения безопасности того личного состава, который продолжает выполнить задачи на передовой, сдерживает агрессию противника. Украина заинтересована в мирном решении конфликта на Донбассе. Украинские военные ждут ответных действий и от террористов. Мы же, осуществляя процесс отвода вооружения и тяжелой техники от линии соприкосновения сторон, тем самым приглашаем вторую сторону конфликта к адекватным действиям, направленным на стабилизацию ситуации на востоке Украины. Донецкая область. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, ТВ5. Пора домой. Демобилизация украинских военных пройдет с 18 марта по 1 мая 2015 года. В этот период из ряда вооруженных сил и других военных формирований уволят в запас призывников первой волны мобилизации. Вместе с тем, заместитель военного комиссара в Запорожской области Михаил Логвинов говорит, многие заявили желание продолжить службу. Глава области Валентина Резниченко задекларировал свои доходы за прошедший год. Политик заработал почти 6 миллионов гривен. Помимо этого, Валентин Резниченко владеет пятью автомобилями, квартирой площадью 255 квадратных метров, а на банковских счетах чиновника 24,5 миллиона гривен. Декларацию о доходах Валентина Резниченко сначала разместили на сайте облгосадминистрации, но позже удалили. Как заверили нас в пресс-службе, ошибочно и пообещали вернуть. Поддержать надежду запорожцы присоединились к всемирной акции в поддержку Надежды Савченко, которая прошла 1 марта. Выразить свою солидарность с украинской летчицей вышли и наши журналисты. Всемирная акция в поддержку пленной украинской летчицы Надежды Савченко стартовала в день открытия сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. К ней присоединились и несколько десятков запорожцев. Сегодня, по-моему, любой, кто здравомыслящий, поддержку Наде Савченко, которая, я не знаю, она взяла на себя такую миссию. Это наша, ну, я не знаю, Жанна Дарк, я бы так ее назвала. И Москва, и Ленинград, многие города России и Украины тем более, сегодня пришли, чтобы ее поддержать. Я думаю, ей это скажут, до нее это дойдет. Дай Бог здоровья. Пришли помолиться за ее здоровье. Надежда голодает уже 79 дней. Состояние ее здоровья приближается к критическому, а убедительных доказательств ее вины так и нет. Как и все люди, сведомые люди, очень переживаю за судьбу и за жизнь нашей героини теперь, всеукраинской, всенародной, международной героини, нашей землячки Надежды Савченко. Очень хочется, чтобы она была дома, очень хочется, чтобы ее освободили. И поэтому всем это то, что мало, что я могу сделать, это прийти на митинг в городе Запорожье и заявить это громко. Надюша, это не просто женщина, не просто летчица. Это часть нашей Украины, это лидер украинский, это душа украинская. И перемога Надьи, это наша будет перемога. А она обовязково переможет. И Украина переможет. Трямайся, Надю, мы с тобой. В Запорожье инициатором митинга выступила организация Евромолодь. Заодно приурочили его и памяти Бориса Немцова. А во второй событии, которое немножко содрогнуло нас, это убийство Немцова. Наверное, единственный человек, который открыто заявлял, что Россия – это империя зла, это никак не демократическая страна. Единственный, один из самых активных оппозиционеров. И такого человека, который, в принципе, поддерживал векторы развития правильные, нужно было поддержать и в Украине. В память о российском оппозиционере участники митинга возложили цветы к мемориалу Героям Небесной Сотни. Планируют еще раз собраться здесь же в день похорон Бориса Немцова. Елена Назаренко, Эдгар Копытов, ТВ5. Пологи также присоединились к акции в поддержку Надежды Савченко. Местная самооборона организовала автомайдан. Говорят, цены на бензин не позволили выехать всем желающим. Но и это не остановило местных активистов. Подробности далее в сюжете. Автомайдановцы собираются на главной площади Полог. На автомобилях активистов национальные флаги. Желто-голубой флаг на свою машину устанавливает и Олег. Рассказывает, этот флаг с ним уже год, еще с первого автомайдана. Не мог не взять его и в этот раз. Сегодня наша организация решила выйти и поддерживать Надежды Савченко. Так как всеукраинская акция. Цены на бензин не взлякали нас. Мы склалися, купили бензин, заправили. И это для нас не помеха. Нам поддержат нашу украинку, настоящую украинку. Олег уверен, акции в поддержку украинской летчицы не проходят зря. Для него позиция Савченко – пример. Активисты раздают листовки с портретами Надежды. Их уже приклеил на свою машину и этот активист. А еще взял с собой крымско-татарский флаг. Она умирает за нашу свободу. Это символ свободы и символ того, что Россия, вбивая Украину, вбивая свободу. За полчаса сборов съехалось около 20 машин. Автомайдановцы проехали по центральным улицам Полог и отправились в ближайшие районы города. После акции участники Автомайдана присоединились к всеукраинской молитве в поддержку Надежды Савченко. Дмитрий Злачевский, Катерина Шапка, Тарас Шевченко, ТВ5. Музыка во благо. В Запорожье состоялся благотворительный концерт. Собранные средства пойдут на осоздание. Реабилитационного центра для бойцов АТО звучали песни различных музыкальных направлений. Среди приглашенных артистов популярный певец Арсен Мерзаян. Как проходил концерт, видели наши корреспонденты. За несколько часов до концерта сцена Дворца культуры Днепроспедсталь постепенно оживает. Здесь репетирует Арсен Мерзаян с музыкантами. Что именно будет петь, пока точно не знают. Артист говорит, сначала нужно посмотреть на настроение публики. Это нужно делать в любом случае, потому что это все-таки граждане Украины. И они так же выполняют свой облик, выполняют свой долг. И мы должны так же выполнять этот борг перед ними. И это главное понимать, что если мы вместе, то мы нации. Музыканты с группой Арсена Мерзаяна, кроме выступления с певцом, подготовили также и сольные номера, которые откроют благотворительный концерт. Я считаю, что это очень нужное дело на сегодняшний день. Там я не буду вдаваться в подобности. Почему я так считаю? Ну, мне понравилась сама идея, и я решил просто поучаствовать в этом концерте. Постепенно зал наполняется людьми. Они пришли, чтобы поддержать инициативу волонтеров. Собрать средства на организацию реабилитационного центра для бойцов АТО. Для этого нужно более 1 миллиона гривен. Среди гостей концерта немало работников комбината «Запорожсталь». Сегодня много моих коллег-запорожсталевцев поддержали эту инициативу и саму цель этого замечательного мероприятия. Потому что те средства, которые будут собраны, они будут направлены на очень важное дело. В настоящее время, в тяжелое время для нас, для нашей страны, это очень хорошее дело, поэтому только приветствую. Как только зрители заняли свои места, со сцены заиграли известные джазовые композиции. Инди-поп, джаз. На концерте собрались различные исполнители. Одним из гостей концерта стала группа «Оркестр Че» в акустическом составе. С особой теплотой публика встречала харьковскую гостью Екатерину Ершову. Многие ей даже подпевали. Звучали и авторские песни Кристины Панасюк, которая написала их специально для передовой. Выступление Арсена Мерзуяна осталось на завершение концерта. «Организаторы» Организаторы надеются, что с помощью концерта им удалось собрать хотя бы часть нужной суммы на реабилитационный центр для бойцов АТО. Евгения Малвик, Алексей Пороскевич, Эдгар Копытов, ТВ5. Кларнетный квартет. Музыканты из Харькова представили запорожской публике произведения мировой классики в оригинальном инструментальном исполнении. Это первое выступление коллектива в Запорожье впечатлениями от услышанного и увиденного. Поделится Анастасия Грицай. Инструментальный квартет в Запорожье впервые. Харьковские музыканты – квартет необычный, в нем играют только на кларнетах. У меня мама сама пианистка. Она изначально думала меня дать на фортепиано, естественно, но потом решила сделать такой выбор. Выбор был не мой, естественно. Не остановило ребят и то, что музыка исключительно для кларнетов малопопулярна среди композиторов Украины. Состав очень новый для украинской публики. И мало кто из зарубежных композиторов и украинских композиторов писал для такого состава. Потому мы в основном играем переложения известных европейских авторов. В этом году квартету исполняется всего три года. Собрал музыкантов известный украинский музыкант-кларнетист Валерий Алтухов. Музыканты исполняют произведения мировой классики в специальном переложении для кларнета румынского автора Иоанна Добрюнеско. Произведения, которые будут звучать, это «Пергюнд», «Грига» и такие же очень популярные «Утро» в пещере горного короля. То есть это популярная классическая музыка. Это далеко не полный список тех произведений, которые исполняют музыканты. В время выступления также звучал «Рассини», «Сивильский цирюльник», «Гершвин», «Голубая рапсодия» и многие другие. Квартет молодых украинских музыкантов не слишком известен широкой публике. Однако их творчество, несомненно, заслуживает пристального внимания. Времена меняются, но инструментальная музыка остается вечной. Анастасия Грица и Дмитрий Сахнов, ТВ5 Закаляйся, если хочешь быть здоров. Массовый заплыв в Азовском море. Бердянские любители экстрима попрощались с зимой. Один из основателей этой традиции – Александр Плешков, морж с 25-летним стажем. Репортаж нашего собственного корреспондента Игоря Стрельцова. А сегодня погода так и шепчет. Александр Плешков увлекся зимним купанием после того, как четверть века назад двое его друзей оказались зимой в тонущей лодке. Выжить им удалось чудом. Их спас экипаж рыболовного судна. Уже не помню, а те подплыли, а они смерзли с свитерами. Уже лодка тонула, они стояли на стекле. Как поднять их? Давайте ножом разрезать свитера. Ну там эпопея целая. Я после этого, почему стал купаться, думал, что человек испытывает, когда-то 15 километров от берега. С тех пор зима у Александра – самое любимое время для купания. Я люблю, когда снег, метель. Вот такой экстрим. А такая погода сырую терпеть не могу. Могу месяц не купаться. Ну не нравится, не хочу. А вот когда недавно, месяц назад, когда мелок, сугробы такие, там до обеда, правда, снег пошел. Я все бросил, жену сразу в море. В свои 58 лет Александр Плешков полон сил и энергии. К экстремальному спорту приобщил и сына. Вместе с другими членами клуба любителей зимнего плавания считает, это лучший способ позаботиться о своем здоровье. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, ТВ5. Лук и два десятка 3D-мишени. Лучники из нескольких областей Украины собрались в Запорожье. Соревновались как новички, так и профессионалы тонкости мастерства современных робин-гудов. Пытались посичь и наши корреспонденты. Это и охота, и зверей убивать не надо. В Запорожье стартовал сезон охоты из лука. Правда, целятся охотники не по живым мишеням, а по вот таким 3D-макетам. В турнире открытия сезона соревнуются более трех десятков лучников из нескольких областей Украины. Среди участников как новички, так и профессионалы. Валерий Зламинога впервые стрелял из лука на рыцарском турнире. Занятие пришлось по душе, и он начал тренироваться профессионально. С тех пор сменил уже третий лук. Сейчас показывает последнее приобретение. Это охотничий блочный лук. Название идет от вот этих деталей, которые называются блоками. Они позволяют разгонять стрелу до достаточно высоких скоростей, что позволяет охотиться даже на крупную дичь. На лося, на медведя. Это прицел. Это вторая часть прицела. При натяжении лука две точки соприкасаются. Внутри видно светящиеся точки. Точки подбираются под расстояние до цели. Это стабилизатор для того, чтобы убрать вибрацию после выстрела, чтобы рука не так сильно напрягалась. Каждый из участников турнира выбрал оружие себе по душе. Для Инны лук сделал муж, а она сама украсила его росписью. Я увлекаюсь славянской мифологией и вообще славянством. Здесь нарисованы у меня руны определенные. Точно так же у меня и на стрелах тоже определенные руны написаны, которые помогают стрелять в правильном направлении. На колчане у меня тоже определенные символы славянские. Коловрат и это знак расы. Тоже все славянское. А самая младшая лучница Маша Прокопчук только начинает заниматься стрельбой. Сюда пришла с учебным луком. К спорту девочку приобщил папа. Он первый раз пошел там, пострелял. Узнался, сколько лет. Потом меня взял. Мне понравилось. Но еще у меня с глазами проблемы. Нам делаем разминки. И оно помогает мне. Оружие тут у всех разное, а вот задание одинаковое. Обойти зачетный круг и попасть в два десятка 3D-мишеней, которые имитируют дичь. Точность попадания оценивают судьи. Запорожье, можно сказать, уже центр лучного спорта. Более он, конечно, в традиции развит. Но в целом мы уже тут можем соревнования проводить хоть через неделю. У нас только запорожских лучников может собираться порядка 40-50 человек. Этим, в принципе, даже Днепропетровск не может похвалиться. В городе развитием лучного спорта занимаются три клуба. В ближайшее время может появиться еще одна секция. Валерий Зламинога заразил своим увлечением коллег-огнеупорщиков. На Запорожье-огнеупоре сейчас достаточно пользуются популярностью все виды спорта от футбола. И вот сейчас мы привнесли уже лучную стрельбу. Стрельбу из лука. Желающих есть. Человек 34. Человек активно занимается этим видом спорта. Сейчас мы проводим согласование территории под стрельбище, поскольку есть меры безопасности, которые мы должны соблюдать. И тир нам выделено, помещение подвальное под тир. Мы его приводим в порядок, чтобы он был чистым, аккуратным. Возможно, на следующем турнире огнеупорщики выступят уже целой командой. Впереди у запорожских лучников еще три этапа соревнований на открытой местности. Елена Назаренко, Дмитрий Сахно, ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова